Пригласили меня в гости комрады, в славный город Казань. Долго не думая, отправился за 350 километров покопать. У нас же в Самаре монет не хватает, заодно в Казани нужно было решить дело. Но об этом другая история. В общем отправился. 4,5 часа пришлось трястись по дороге. Некоторые участки были просто невыносимы, как после бомбежки. И подъезжая к Казани, было ощущение, как будто заезжаю в другую страну. Дороги шикарные. Ну да ладно. Об расхождении города Казани вводит множество легенд. Но казанцам полюбилась легенда о том, что город произошел от слова «казан», что в переводе означает «котел». В легенде рассказывается о том, что старший сын одного из булгарских правителей, хан Артенбек, спасаясь от преследования, оказался на берегу неизвестной реки. Он приказал слуге принести воды в золотом котле. Берег был очень крут. И слуга, черпая воды, нечаянно уронил казан в реку. И эту потерю восприняли как знак. И поселились здесь, на берегу этой реки. Всем, ребят, привет! Сегодня мы с вами отправились в город Казань. Да-да, именно тот славный город, где в свое время Иван Грозный завоевал эти земли. И стали наши исконно русские, российские. В 1552 году Иван Грозный выдвинулся с огромным войском из Москвы. Иван Грозный завоевал эти земли. 23 августа 1552 году началось окружение Казани. Иван Грозный завоевал эти земли. Иван Грозный завоевал эти земли. В lipànholder цифров standpoint. Мы Stamp Arm Kalai. Иван Грозный завоевал эти земли. Иван Грозный завоевал эти цифры. Иван Грозный завоевал эти земли. Аплодисменты на закрепленных. Казань пала 2 октября 1552-м. Трупы погибших похоронили вместе. Сейчас на этом месте храм памяти. Позади меня именно тот самый Кремль. Тот самый настоящий. И меня Паша, с кем мы сегодня будем копать. Огромное спасибо, что он меня встретил. Сегодня он мне здорово помог с приобретением нового автомобиля, копомобиля. И мы сегодня посетим его земли. Будем копать в его родных местах. Что откопаем, неизвестно. Время уже под вечер, так что приедем уже поздно. Лагерь обустроим. Может быть ночью будем шурфить, да? Да, я думаю, что да. Так что вступление есть. Долго собирались на эту горку. А вступление всего минутка-полторы. Но исторический факт я вам прикреплю. Надеюсь, вам понравится то, что я смастерю. История действительно великая. Многим нравятся исторические факты, которые я обставляю у себя в видеосюжетах. Ну а сейчас, ребята, отправляемся на коп. Отправляемся. В музей заходить не будем. Что вы там не видали, да? Едем, лучше свои находки копать. Нашу историческую. У нас лучший музей. Да, у нас лучший музей, как вы, наверное, еще не видели. Вот, можете посмотреть рубрику «В гостях у Камрада». Вот, именно видео сделал, когда я побывал у Паши в гостях дома. И отснял то, что он откапывает здесь. Красота. Обожаю старину. Будем с вами чаще навещать такие места. Тем более, у меня есть теперь копомобиль. Так что, Паша, отдельное спасибо. Пересмотрел вам кучу автомобилей. Надеюсь, и этот автомобиль мне послужит верой и правдой. Так что, смотрим. Будет интересно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Да я толщину, толщину самих ворот хочу заснять. Как ни один пушечный снаряд не пробьет эти ворота. Вот такая толщина. Какая? Ну, вы, наверное, сами должны видеть. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Давайте посмотрим, что Казань хочет нам подарить. На «Симон» На «Симон» В частности. Помимо того, что была интересная короткая экскурсия, Ну, коп – это обязательно, были и взаимные подарки от казанских комрадов. Ну и зашли в рубрику «У гостях у комрадов» и посмотрели, чего копают в Казани. Все подробно в следующих выпусках не пропускаем. Вот такая монета. Красивая. Так. Ого. Большой биметалл. Ребята, посмотрите, что. Смотрите, видите, как играет. Шикарно. Я утром завтра, завтра утром в фокусе все отсвечу. Здесь что, дракон шуль? Да. Казанский? Да, да. Казанский. Оооо, ребята. Это прям… И Паша я хочу подарить. Ребята, с одной стороны, видите, звезда. Да. А с другой стороны, ребята, молотобойцы. Паша, вот тебе два полтиня. Вот такой турбас у меня появится в коллекции от комрадов. Всем, ребят, привет. Сегодня мы с вами отправились в город Казань. И меня, Паша, с кем мы сегодня будем копать. Огромное спасибо, что он меня встретил. Будем копать в его родных местах. Что откопаем, неизвестно. Время уже под вечер, так что приедем уже поздно. Лагерь обустроим. Может быть, ночью будем шурфить, да? Да, я думаю, что да. Вот. Так что вступление есть. Ну, а сейчас, ребята, отправляемся на коп. Отправляемся. И так, ребята, мы доехали наконец-то. И скатали полстраны. Блин, у меня жопа уже болит от сиденья. В общем, весь день, ребята, катаемся. Весь день. И наконец-то мы приехали на долгожданное место. Я сейчас буду ходить по верхам. Посмотрю, что у нас земляной дед припас в Казани для меня. Завтра, возможно, поедем на перспективное место. По рюмочке мы выпили кваску. Да? Конечно. Конечно. Квасочка. Ну и решили обменяться любезностями. Я так вот, знаете, услышал, что мне тоже подарочек приготовили. Взаимно я хочу тоже Паше подарок. Давайте посмотрим, что Казань хочет нам подарить. Нам, самарчанам, в частности. Так вот. Значит, здесь, здесь, с обоих сторон, да, есть очень интересная монета. Монета чем интересна, чтобы Саша, когда будет у себя в Самаре, когда он уедет, вспоминал вообще казанских комрадов, наши гостеприимства. Мы ему хотим подарить вот такая монета. Красивая. Ого. Большой биметалл. Ребята, посмотрите, что. Смотрите, видите, как играет. Шикарная. Я утром, завтра, завтра утром в фокусе все отсвечу. Здесь что, дракон, что ли? Да. Казанский? Да, 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 Казанский. Ого, ребята, это прям... Казань. Как вы знаете, ребята, я собираю коллекцию подарков от комрадов. И оно займет почетное место. Ну и я, ребята, приехал не с пустыми руками. Паше я хочу сказать отдельное спасибо за то, что он мне сегодня помог выбрать автомобиль, помог... Ну, ребят, ну, я не знаю, сделать все так по-человечески, я просто не ожидал такого вот результата. И Паше я хочу подарить, ребята, с одной стороны, видите, звезда, а с другой стороны, ребята, молотобоец. Это как-то... Паша, вот тебе два полтинника. А-а-а, блин! Ты думал... Ну, я думал, что такое, как так? Разновид, да? Ребят, это полтинники кладовые. То есть они как бы не ходовые. И завтра, если вам интересно, я при свете вам покажу, что мне Паша подарил, Казань. И покажем наши полтинники. Так что сейчас приборы вон собираются. Ваниш, я уже быстро собрал. Ну, а пока Пашка Деусу раскладал полтора часа. Да, Деусу пока собирает, да, полтора часа. Вот, так что приятного просмотра, я думаю, что-нибудь у нас интересное все-таки получится. Итак, ребята, уже светает. Ночью я ничего не снимал, да и особо-то не было ничего интересного. Вот, с этого старого шурфа. Смотрите, какая пуговка орлянка. Так, фокус. Давай-ка, ну-ка, фокус. Во. Вот такая классная орляночка в позолоте с ушком. Вот. Вот. Были еще несколько находок, но они такие лабудыжные. Да, лабудыжные. Сейчас достану из кармашка, ребят. О, у меня в кармашке дырка еще. Вот, ребят, смотрите. Двушка царская. Лысая, затертая. Это раз. А во-вторых, она еще игровая. Конинка резная. Вот это, по-моему, от саксофона клавиша. Вот, так что ночка у нас была вообще непродуктивная. Ну, я думаю, сейчас после завтрака, может, ужина или обеда вчерашнего. Я же вчера не завтракал, не обедал, не ужинал. И вообще без сна. Вчера тоже не спал. Ладно. Почти как новая. Новая. Ну-ка. Вот, смотришь, как. Заиграл, а. Заиграл, давай-ка, фокус. Они что-то сзади даже тянули. А что-то у нас сзади-то, блин. А это прям вставка такая металлическая. Прям вставка. Ага. Этот. То есть металл. Плюс фиг. Не знаю. Я первый раз такую вижу. Я тоже первый раз вижу. Вроде царская, да? Ну да. А тут железная вставка, как на обычных советских, знаете, пуговках? Когда уже советские. Звездочки, да. Ну, странная пуговка, странная. Доброе утро, ребят. В общем, легли мы в пятом часу. Сейчас не знаю, сколько времени. Солнышко у нас уже как бы высоко. Вот. Ну, раз... Ой, блин. Раз мы тут находимся, значит, еще не пришло время. Нас должны вывести на одни шикарные места, где было поднято много-много кладов. Вот. Так что ждем от звонка, когда товарищ отзвонится. Паша где-то ходит. Он мне тут комфортные условия приготовил. Правда, ветер сейчас подул и, блин, комфортные условия ушло. Вот. Небольшой ветерок. Уже жарко. Как вы видите, солнышко у нас в полном свете. Не облачко. Глаза болят. То ли спать хотят, то ли не выспались, то ли еще чего. В общем, Паша. Где у нас Паша? Вы видите, я не вижу. Посмотрим. Утрак-завтрак, ребята. Какао. Какао. И энергетика. Паша мне здесь все рядышком оставил, чтобы я свою жопу не подымал. Вот. Так что погнали. Погнали. Что отыщется? Посмотрим. Ребята. Глаза. Только что звонил Паше. Где-то вон он там где-то. Сейчас. Через стекло вижу. А, вот. Вот. Позвонил, сказал, что у него уже две монеты. Поднял денежку А2. Щетовичок что-то. Вот. Так что. Нормуль. Нормуль. Итак, ребята. Вот машина. Вон прибор. Вон там вдали Паша. Которому я сейчас только что звонил. Он сказал, что нашел монету. Где Паша? Паша, ты где? Ну, где-то там. А, вон он. Вот он, Паша. И, короче, знаете, после того, как он мне позвонил, сказал, что монетку нашел. Там деньга А2. Я решил, ребята, включить прибор. Тоже походить за компанию. Не поверите. Я вчера ему озвучивал, что я могу найти монету сразу, выйти из машины. В ближайшие 15 минут. И так и произошло, ребята. Монета. Думал сначала советик. Ну, оказалось, ребята, это у нас. Это у нас получается денежка. Это у нас денежка, ребята. Денежка. Сохран затертый 1858 год, что ли. Прикольно. 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 Ладно. Походим. Посмотрим. Может здесь сейчас еще чем-то найду. Итак, ребята, приехали мы на деревню. Вот такие красивые просторы. Вообще шикарные. Где ходить? Ох, мама родная. Тут мест полно. Здесь весь склон надо ходить. Там склон весь надо ходить. Плюс вон там около деревни обрабатываются поля. На полях ходить. Мест полно. Первый, единственный, который я сигнал копнул на этой деревне. Ребята, вот он. Вместе с вами смотрим, что это. Ребят, это Николаевский формат. Судя по размеру, по-моему, трешка. Или пятак. Год. А, это пятак 1800. По-моему, 80-й. Или что-то в этом роде. 81-й. Не знаю. Это пятак. Зачет. Зачет. Ребят, шикарное место. Я уже сказал об этом. Тем, что здесь находки, находки, находки. Очередная монета. Сейчас монета. О, это А2. Одна вторая. Копеечки. 1871 год. Какая хорошая монетка. Сейчас я освежу. Смотрите, сохран какой. 1871 год. Вообще красивая монета. От души. А2. Класс. Пойдет. Пойдет место. Просто. Я лучше мест за все время копа не видел. Здесь просторы огромные. Мусора не особо много. Ванишем копаю только медь и серебро. Ладно. Итак, ребята. Очередной грибляшок. И вместе будем смотреть. Что это у нас? Ну, на этот раз точно трешка. 1870 год. Вот такая трешечка. Зачет. Зачет. Надо что-нибудь по разнообразию. А то николаевский формат как бы всем приявился. Итак, ребята. Сейчас ко мне подходил местный житель. Принес три монетки. Трешку серебром. Трешка низкопрофильная. И трешка николаевский. Ну, я их свел с Пашей. Паша Деус бросил. И Паша сейчас заключает сделку. Что за монетки? Что за сколько купил? Чуть позже вам скажу. Ну, сделка, хочу сказать, хорошая. Итак, ребята. Последняя съемка была вот здесь. Следующая находка вот здесь. Это у нас двушка. Сигнал здорово. 1910 год. Хорошая, бодрая монета. Зачетно. Зачетно. Вот как раз еще товарищ идет. Может еще что вкусное приедет. Итак, ребята. Возле барашков. Вот они, красавцы. Отдыхают в тенечке. У нас выпала монета. И что за монета? Это копеечка. Николаевская копейка. А вот к искажению не скажу. Грязненькая. Во рту сухо. Чтоб смочить. Ну, ладно. Вы ее уже как доведели. Еще одна, ребята, кругленькая. Вот она. Так, ямку прикопаем. Здесь надо очень хорошо прикапывать. Прям утоптывать. Ливотная монетка. Что за монета? Две копейки. Николаевского образца. По-моему, второй год. Ну, бодро. Бодро. Бодро будет. На ней просто земелька. А так в целом бодро. Пойдет? Вон, Паша рядом ходит. С Деусом. Копаем? Копаем, копаем. Да, ребят. Я вот. Паша рядом проходит. Я говорю, либо вкусняха, либо какаха. Ну, ребят, это вкусняха. Нормальная какаха-то. Балтись. Ого-го-го-го-го. Смотри, какой. Е-моё. Ну-ка. За что-то. Смотри, там как вот рисунок. Что-то какая-то гравировка что-то. Нет. Рисунок есть, но без инцелов. Зачетнейший. Вообще. Вот вам и какаха. А тут Паша прошел. Да, да. И так, ребята. Павел пошел переодеваться. Он сказал, на пасашок поднял Павла I. То есть Паша поднял Пашу. И вот у меня, надеясь, на пасашок Александр. Слепочек. Так, это две копейки, да, Александра. И у меня на пасашок Александр. 1870 двушка. Вот так вот. Пойдем, наверное, домой. И так, ребята, на этом я буду заканчивать свой видеоролик, посвященный Казани. Было классно. Встретил Пашу меня шикарно. Жалко, что пацаны, кто хотел совместно покопать, не смогли приехать. Но, кто пожелал, приехал, привез нас вот в это место. Жалко, что поздно все копали. 3 часа находки вообще рады. Места колоссальные. Сюда бы, блин, ездить и ездить. Жалко, что у меня 450 километров сюда. А то бы постоянно ездил. В общем, по находкам получилось неплохо, я считаю. За 3 часа на Кавриале. Да, компенсировали вчерашнюю ночь, которая беспонтовая была. Так что, сейчас находки покажу. Потом вам красоты Казани, если получится. Вот. И, конечно же, еще одну видеоролик запишу. Именно посвященный гостям Камрада. Именно Бельнарда. Бельнарда. Блин, постоянно забываю имена. Вот эти вот. Татарские, Мордовские, Чувашские, блин. По-русски нельзя назвать именами, блин. Короче, он у нас попадет именно в рубрику. Будешь? В рубрику попадет в гостях у Камрада. Вот. И посмотрим, что он накопал с этой деревни. Наковырял он здесь, ребята. Вкуснях их много. Ну, по находкам давайте. По находкам вот так, ребята. Вот такая куча всего-всего-всего. Конечно, тут Паша как противовес. Наложил ветер сильный. Пряжечка раз, красивая. Вообще. Пеленур откопал. Вот пряжечка тоже. Конинки, конинки, конинки. Ну, вам интересны вот такие находки. Паша угорает над тем, что у нас сегодня было такое, знаете, равенство. Короче, он откопал денежку. Одного и того года. Пятый год. Пятого года. И я откопал денежку. Пятый год. Потом сюда приехали, откопали пятак 1881. И я откопал 1801 года. Ну, а потом что-то у нас сломалось. Пошли у меня трешки, двушки, 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 копейки, копейки. И вот эта вкусняшка, ребята, это, наверное, одна из самых вкусных сегодня монет. Это 1-2 копейки 1871 года. А стоимость такой монеты, Александра II, вы уже знаете. Я прикреплял. Вот. Кстати, помните, я говорил вам, к нам местный подошел, и Паша по халяве взял вот эти вот монеты. Трешечка. Прибавляется сюда Паши. Трешечка. Низкоплофильная, это очень зачетная. Тоже прибавляется сюда. И трешечка серебром. Вот это вот самая зачетная монета. И тогда у нас Паша получается, смотрите. Теперь чемпион. Дальше. Вчера, ребята, я вам вечером показывал. Паше я подарил вот такой-то полтинник. Звезда. Это кладовой. И этот тоже кладовой молотобоица. Вот. Вот они как бы чистились стук водой, ничего полировкой с ними не делалось. Ну и пацаны из Казани. Меня тоже порадовали вот такой вот, ребят, сенсации. Я как бы не коллекционер, не нумизмат. Но, повторюсь еще раз, от камрадов я коллекции стал собирать. Без разницы, что они дарят. Но коллекции я стал собирать. Вот такие вот вкусняки. Паш, от кого это? Эту монету предоставил в подарок Раэль Сафин. Он тоже у нас в группе 63 РУС. Ему большая благодарность. За вот такую монету, которая уезжает вместе с Сашей. Ему на долгую память, чтобы радовала памятью. То, что он здесь был, надеюсь, что он еще приедет. Паш, на нее что-нибудь купить можно, Паш? Или это просто жетон? Это бесценное. Это жетон, да? Не знаю. Типа магнетики продают на холодильнике, да? Нет. Нет, не жетон. Жетон, наверное, это памятная. Может быть, монета-медаль, скорее всего. Она его так называется. Он уточнил еще. Потому что человек занимается, ему нравится. Вот, ребята, противоебез. Здесь вот такая царпанина слонила. Это прям, Паш, говорю, Паша, было бы здесь, можно было на ремень пляжку сделать. Мы припаяем. Припаяем. Греварим. Ну все, ребята, будем прощаться. Всем спасибо. Всем пока. Ну, пока, до новых встреч. Я думаю, с Пашей мы еще встретимся. Кстати, Пашу я приглашаю быстрее покопать. Отдохнуть. Мы в шикарном месте. Будем просто в восторге и не пожалеем, если приедем в Замар. Ну и все, ребята, всем пока. До новых встреч. Ребята, сегодня я как бы все испытал, все чувства удовольствия. В пробках постояли. Паша решил не искушать судьбу полтора часа в пробке не стоять. И на переправе, ребят. Решили переправиться. Сократить полтора часа. Продолжение следует... Красота. Плывем. Плывем или идем, Паш? Плывем. Плывем? Плывем же говно только. А здесь мы идем. Красота. Что-то мы с Пашей здесь порассуждали, пораздумывали. То, что средняя цена переправы 320 рублей, да, легковая, сколько, 250, да? Нет, моя 320, остальная мама 300. То есть 300 рублей средней цене. Короче, этот паром в день гребет, блин, 130 тысяч, да? 160 тысяч, ребят, представляете? Хороший заработок, да? В день 160. Зачем? Точно тем занимаемся, да? Да вообще, да. Чужие деньги считаем, да? Да, да, да. Два бухгалтера. Да, два бухгалтера. Давай. Красота, красота. Река Волга. Здесь-то примечательная из-за тюрьмы, да? Да, ну, мне кажется, мы проезжали. Сказали, что это тюрьма. Ну, видимо, дорогу делают прям сразу, чтобы этот, для подводных лодок. Я в Самару где поеду? Где-то там, в Самару где-то там поеду? Нет, вообще, в противоположной стране. Казань мне понравилась. Прям шикарно. Итак, ребят, всем привет. Воспользуюсь случаем. Есть у меня рубрика в гостях у Камрады. И сегодня у нас в гостях Павел. К которому я приехал в гости в город Казань. И давайте посмотрим, что у него. Паша, здорово. Всем привет. Вот, мы нежданно приехали к нему. У него тут ремонт, так же, как и у меня. В общем, не обращайте внимания, если что-то краем уха там у нас в кадре появится. Ремонт. Вечная проблема. В общем, ребят, посмотрим, что Павел у нас откопал за все годы. Сколько лет он копает. Какие у него коллекции. В общем, будет очень-очень интересно. Так что, смотрим. Ребят, я раскрыл то, что у него есть. И у меня, знаете, слюни текут. Слюни текут, ребята. Я не коллекционер, я копатель. Но Паша коллекционирует немного всего-всего. Так, что здесь? Посмотрим. Натечки посмотрим. Все край. О, я такое в детстве у меня был. Это что у нас? Соломка. Соломка? Нет, это мельхиор. Мельхиор. Ясно. В общем, давайте сейчас посмотрим, что у него тут интересное есть. Как там фонт? То есть я и вообще пользуюсь? Стариной пользуюсь? Ну, это советы. Ясно. Советы мне нравятся. Ну, что, Паша, давай киселек. Ой, ребята, прям за здоровье Паша у нас не пьет. Так что за встречу и за здоровье. Ну, что, давайте, ребята, потихонечку будет Паша нам рассказывать. Потому что я в этом вообще не знаток. И Паша будет рассказывать. Да, это вот такой вот фотоальбом военных лет. Здесь именно военный оркестр. Это как раз-таки где-то 45-е года. То есть альбомчик, к сожалению, вот так в руки попал. Он не в таком хорошем состоянии. Но он отражает именно те времена, которые как раз окончание Второй мировой, Великой Отечественной. Тут девушки с сигаретами балуются. Здесь уже как раз наши товарищи офицеры. Это наши уже дедушки на данное время. То есть, в принципе, здесь видно, да, насколько люди были даже в то время. То есть такая красота была. Здесь уже, здесь, по-моему, это уже где-то Германия, да. То есть это вот именно послевоенный. Может быть, конечно, это и наше время. Я еще не определял альбом в руках, так сказать, не так давно. Там танки, что ли, были? Здесь не совсем танки. Они где-то на какой-то площади сидят. То есть вот это, по-моему, вообще колокол. То есть это может быть и наши фотографии. Я не определял, это может быть Питер, допустим, Пусть Мавказ. Может, царь был, Пухта Мальча. Да, да, да. То есть вот, потому что здесь куча такой архитектуры. Я разбирался над дымами как раз в послевоенное время. То есть вот этот альбом чуть-чуть формен. То есть вот люди тут уже отдыхают, купаются. То есть вот этот альбом вообще рассказывает о том, то есть как проводили время, что вообще было. Откуда он тебя? Ну, он мне попался на рынке. То есть вот дедушка подавал. У него было там много всяких разных. Потом послевоенный я решил приобрести, то есть детям показывать. То есть это было, например, чисто небольшое. Так, давай по наградам. По наградам. Здесь, ну, в принципе, здесь основные рядовые награды. Это 30 лет советской армии и флоту. Уже 40 лет, 50 лет, 60 лет и, по-моему, 70. Это именно 70 лет именно армии еще СССР. Это, по-моему, последняя награда. Ну, это юбилейные, да? Да, да, это все юбилейные. Здесь это 10 лет безупречной службы. Тоже вооруженные силы СССР. 10, 15, есть еще 20 лет. У меня их, к сожалению, нет. Это 300 лет у нас Ломоносу. Здесь Жужуков. 100 лет подводные силы России. Здесь у нас военно-морской вход. Это уже современные. Вот это современные, по-моему, вот это. КПРФ какая-то медаль. Тоже мне один человек подарил. Из такого, что посерьезнее. О, здесь, да, ребята, здесь уже серьезнее. Серебро, орден, орден трудовой славы третьей степени. Знак почета СССР. Их было, по-моему, 5 видов. Это самые последние. То есть остальные идут намного уже более ценными. Такой у моих родителей был. Да, они, кстати, разные. Здесь за доблестный труд. Да, вот за доблестный труд у моих родителей. И за трудовую, а за воинскую доблесть. То есть они еще как раз-таки символизируют, по-моему, это тоже как военные награды идут. А у меня у родителей, они оба сварщики были, что мать-то отец сварщик. Ну, это вот этот самый материнская слава. Вторая степень за 5, по-моему, или за 6 детей. То есть это вот как раз-таки недавно она была найдена. Здесь похожи медали. Здесь вот за присоединение Крыма. Я там на аукционе выиграл. И вот это, по-моему, тысячелетие Казани. Ее как раз в список медалей внесли. То есть тысячелетие Казани именно в юбилейных. Так, зачетно. Тут у нас как раз-таки, что касательно победы. И начиная у нас от 20 лет Великой Отечественной войны. У меня такие есть. Да, 20, вот это 30 обе, потому что они тоже, они, кстати, разные. То есть, если посмотреть внимательно. Одна за участнику войны. Здесь у нас участнику трудового фронта. То есть те, кто работал на фронте. Толовики. Ну, на них должны быть эти колодки разные. Черные, желтые, черные, желтые. Не, одинаковые колодки. Не, колодки одинаковые. Не знаю, конечно, бы не разбирался. Два медали это такое отдельно. Ну, тут уже 40, 50, 55, 60. Тут красивее, да, так, по-моему, до 60, 65, да. 70 лет, но 75 лет уже, к сожалению, наверное, мы не найдем того, что ветерану, к сожалению, становится каждым, наверное, уже днем меньшее время тяжело. Ну, это ветеран труда. Ну, здесь у нас наше дело право. Это тоже родная колодка еще. Это родная колодка, ну, вот, блин, я думал, что с Георгийской они все идут. А вот смотри, у них как раз-таки разные, видишь, ушко припаянное. Угу. Они разные бывают. То есть, если даже посмотреть по медалям, они можно увидеть. Я знаю, что одна за боевые, а другая за... Мотовый экран. Да, они вот есть за доблестный труд. Они еще тоже, по-моему, разные. Разные бывают. Вот, доблестный труд. Вот здесь ушко, видишь, прям припаянное. А здесь оно уже штампованное. То есть, это уже более поздний, там, 70-х годов, когда восстанавливали награды. Так, тут у нас наше дело правое. Мы победили. Вот, это за победу над Германией. Это надо восстанавливать. Тут восстановление тоже двухслойная колодка, но она из белого металла. Угу. Так. Что у нас? Это у нас за Крымскую войну. Угу. Царизм. Да, это одна единственная царская. Здесь, по-моему, за победу над Японией. Оху. 3 сентября. Угу. Прикольно. Еще вот под реставрацию взять такой знак. Это первая сельхоз, сельхозвыставка на ВДНХ. Угу. Прикольно. Как бы, в большей степени это обмен. Угу. То есть, в принципе, все награды. А здесь все одинаковые. Здесь все одинаковые, да? Нельзя покупать. А, нет. Угу. Конечно. Естественно. Ух ты. Наверное. Наверное, это самое изюминка всей твоей коллекции, да? Ну, вообще, да. Зачем? Ну, она мне поэтому в отдельном футляре лежит. То есть, даже, так сказать, 9-го мая, если сейчас ветераны медали выходят на белый свет, у меня, по крайней мере, они лежат на солнечном свету, чтобы они видели. Так, хорошо. Давай это. Ну, тут у нас потихоньку. Это шкатулка. Соломка. Мы видели. А, да. Вот это сейчас. Да. Давай сейчас приберем. И перейдем, ребята, вот на эту коробочку. И потом по монетам. Где-то должен был быть. Пусть память не изменит. Ребята, люблю вот таких вот барахолках швыряться. Пусть они хоть и не старые, и не древние, но просто приятные такие вещи посмотреть. Донор. Донор, да. Ребята, старенькая вещица. Тоже на тяжелом металле. Вот такая тоже есть. Прям в диарусе. Где-то был знак... А, вот отличник военного строительства. Тяжелый. 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 Металли. Отличник военного строительства. Хорош, хорош. Вот. Ну, что здесь еще можно отметить? Пожалуй, вот эти гвардии. Ты тут неизвестный от чего. Да это от окончания у заведения, училища там. Ну, типа того. Да. Ну, типа того, да. Это может быть просто ранний. Ну, да, это ранний, да. Очень старый. Так. Давайте дальше будем барахлишко рассматривать. Начальчики, наверное, банально. Вот такой вот шурфа солдатик выпал. Сразу видно ранний. Так. Помчались дальше. Ох, это, наверное, что-то строжевое, да? Это Алафузовская фабрика. Казанская обмундировочная мастерская. Обмундирование, ага. Обмундирование. Ага. Братьев Алафузовых. К сожалению, вот вытащил, вот только выпало на это все рассыпалось. Да. Так она вышла целой. Ну, не дожила она. Сейчас не в кармане носил, блин. А? Да. В кармане носил, да? Эээ, блин. Ну, тут ничего такого интересного нет. Биметалл. Так, ну, биметалл, он и в Африке биметалл, да? Да. Здесь какие-то бонусы, бонусы прислали. Просто был подарок, так сказать. Они лежат. Ну, вот в принципе, вот что интересно, это советская именно советский набор такой, это две ручки. Именно, получается, 26-й съезд КПСС. Ой, это, наверное, кто на съезде был, да? Всем вручили. Да, 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 это мой сосед ездил. Делегат. К сожалению, уже на непокойный. Мне его супруга за помощь ей, когда ремонт дел, ей тоже трубы поменял. Она мне вот подарила такой подарок. Кстати, по-моему, если не соврать, вот в этой ручке, по-моему, перри золотые. Да, 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 без перри золотые. Вот так вот, ребят, хорошо быть депутатом. Золотые перри. Так, хорошо. Что там у нас еще в коробочке интересное там, видите, еще какая-то коробочка. Да, тут коробочки. Ну, тут советские рубли. Как лежали они так лежат. Здесь советы. Куча совета. Отличные. Ну, подборки и так далее. Мне здесь и Борис Гайпинку, что присылал подарок. Старо. Тут кое-что тут. Я покупал тут. То есть он в штемпельном блеске есть 61-й. Ну, их полно еще. Ну, да. Этого добра у нас с навалом. Ой, здесь немецкий. Да, там отдельный немецкий монет. Так. Помчали, помчали к самым любимым. Ребята, копать надо ехать. Надо копать. Паш, давай, иди собирайся, Паш. А у меня там почти все готово. Ааа, все готово. Так, что у нас тут интересно. Давайте быстро. У меня получилось восстановить практически все монеты. Ох, смотрите какая. Все монеты. Ну, дырявая. Ну, дырявая. Это у нас Петровская. Ёшкин. Вот какая красивая. Вот она скоро добавится. Ой, ой, ой. Ребят, целая. У меня пока в мечтах откопать такое. Ну, ладно. Такие, знаете, красивые, такие вкусные. Такие вазелине, да? Вазелин-то, да? У тебя уже не помню, честно говоря. Вкусные. Прямо вот этот порядок, смотрите, такие. Так, Сибирочка. Масончик. Масончик. Татя. Палушки. ВРПшки. Мой первый пятак. Прямо, который я нашел. Тебе надо его, блин, как первый. Знаешь, так он. Так, Павлик хороший. А.М. Ага. Так, двушечки. Стандартные. Так, двушечки. Вот, в принципе, смотришь, какая то вкусная. А здесь затертая. А здесь не затертая. А здесь не затертая. А здесь не доделанная. Её будет родную патину сделать этим цветом. Да, там ещё надо поработать. Вот эта душка отличается тем, что это 1833 год. Ничего. Достаточно редкая. Да. То есть, 33 год найти достаточно очень сложно. Ну, информацию я прикреплю, ребят. Сложную найти. И сколько стоит. Так, хорошо. Ну, здесь вот, ребята, отметить хочу. Вот, конечно, вот, Петровскую монетку. Остальные, Катя, Лиза, для меня. О, смотрите, какая. Они все такие. Сафранчик, смотрите, какую. Такое ощущение, что, конечно, прямо сейчас выпрыгнет оттуда. 95-й год. Деньга, по-моему, или полушка, даже не помню. Вот такой. Есть экземпляр. Зачётно, зачётно. Погнали дальше. Самая первая, первая, первая монета, которая была найдена, когда я решил отчаяться на этот. Стать кодоискателем? Шаг. Первая, ребята, первая монета Павла. Когда он начал заниматься. Я тоже, надо. Вот, начал Питакеем, тоже Александр Николаевский формат. Вот он, в основном, мне самый такой любимый. Вот. Питачки. И такие все достаточно неплохого состояния. Вот, последний, да. Пришёл ещё, надо поработать будет. Это чего у тебя вот это? Это украинский монет. У меня товарищ занимается биметаллом. А, тоже биметаллом. Да, Раэль, он мне вот такие вот вещи. Каждый год, как начал заниматься. А он что? Да, это. У него разыгрыши в инстаграме. Угу. У него разыгрыши в инстаграме. Ссылочку я на него тоже, ребята, прикреплю. там ребята смотрите самое самое много чем чем гордиться есть да ребята ну все перебирать не буду десяточки вот эти вот вообще вкусные пятикопеечные они всегда были вкусные всегда были в цене и редкие и дорогие так вот такие вкусняшки портретники ребята полтинник полтинник портретник зачет полтинник вот партнер из этих полы полтинников по моему врать не буду 11 по-моему где-то восемь с половиной стоит восемь с половиной год такое в таком состоянии найти надо постараться то есть дешевле восемь с половиной нет дырочка дырочка ну вот это с бабушки но вот эти вот монеты ты нас бабушкины у супруги у бабушки есть тухья так называемые там где-то килограммных два серебра начиная от чешуи заканчивая здесь николай вторым то есть там там вообще можно найти все это настоящий это 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 фабрика кучкина который делали монисты для женского украшения казанская даже казанский герб то есть виши дырявили их так-то не целыми выпускали за надо в казанске где их дырявили и все но это чё монет что нет это жетон 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 сереброшный нет даже не знаю на самом деле надо проверить в царское время не было таким всяких мельхиоров и все такое это серебро скорее всего это кстати цыплугами нашла в городе себе да мне кажется это ее находка там что царское время не было такого ох большие ребята у меня такого нету чуть-чуть нет у меня вот таких вот крупных монет не ту чем родной больше да то есть он как был найден так и так он лежит 902 год децептора вот это r1 или есть не r2 то есть 500 500 тысяч и 9 экземпляров было . не именно этого рубля именно дзинь дзинь найдены чердаки уже красавчик это у нас 1 рубль сам готовил полностью двадцать четвертый год приятно здесь именно начало советую 21 22 к сожалению нету пока думал когда-нибудь он полетенники звезды молотобойцы все до двадцать седьмого года здесь у нас чё вот дорогой 21 год пойдет и вот тоже вкусняшка 21 год приятно серебро всегда приятно давай показывать где золото 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 нет да как нету ты чё нет здесь все современно здесь для металл такой современный он пошлите там еще он барахло читает говоришь все во все вот вы только смотрите здесь у него все вот такие вот вещи здесь у него в процессе чистки вот тут советики тут все в процессе чистки все 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 вот здесь тоже вкусняшки лежат где всякие категории все здесь вот это вот это подготовка альбом идет а здесь тоже монеты здесь фабрика первый раз вижу такую фабрику так здесь в большей степени вот это вот кольцо очень интересно тем было что она была найдена плать не буду помогут внутри другого кольца медленно здесь здесь вот жетон и миномалисты что нужно очень много что интересно тем не все что некий а еще только такую какую-то спайня он как после этого то ли и пожар полку или что то есть я нашел так а это ребят обычные жетоны привезенные за границы счетные жетоны и счетные жетоны никаких разновидов ладно больше степени здесь вот такого как вашей кто хочу на плате наступил потому что счастлива конечно начать они красавцы наши молодые ребята вы узнаете павла смотрите он какой здесь а а здесь посмотрите на пашу да это не он нифига смотрите две разных вещи да что сейчас и тогда все ребята время у нас подошло мы отправляемся на пряги ребята только выправил ухты а вот это интересно ребят пряжечка опана это нечастая вещь выправлены полностью вообще зачетно блин пошепер расходи же вот это артиллерия еще никак не мытая ничего то есть он на пушках тоже не часто ребята но она дырявая зараза запаяем это делается это вообще полностью но это стандартно стандартно это целая полностью абсолютно ну чуть-чуть конечно классно в 33 разных пряжки ребята прям за счет на пушках вообще класс а это еще круче ну ладно ребят время подходит 6 часов а мы еще не копаны мы еще появление были да мы сейчас еще в кремле все пока итак ребят всем привет сегодня у нас видео обзор именно находок комрада сказания ильнура когда я увидел как он хранит свои находки я просто знаете паша говорит что у меня глаза даже загорелись ребят он хранит все мешки в мешке давайте посмотрим что у него тут интересное по находкам так вот такой мешочек уже литерный ну давай ну сейчас мусор наверное ты же ты же не моешь помню этот сезон в смысле у тебя через другие сезоны есть еще один мешок не мешок они в пакетах так давайте посмотрим ну давай распаковывать через где-то самый здесь вкусняшки не вкусняшки давай напоследок как говорится там такие здоровые вкусняшки да чего нас тут и царям да да не надо можно салют служать так разделочная доска сейчас мы здесь разделаемся так что у нас здесь дружка серебром серебром павел павел так анна илоновна вот так вот Катя, Лиза, ребят такая вкусная Лиза есть масонский ух ёж твоя вот это хоккейная шайба смотрите какой Сафран это у нас Сибирочка и Катерина вторая год 1758 походу смотрите как она выделяется на фоне остальных монет ребят да вообще жесть так дальше ну все здесь ребят монеты куплены но не чищеные вообще от слова совсем вот чистить не любил не любишь? ты любишь просто их копать да? да удовольствие ну а что ты с ними делаешь вообще? в последствии детям? интересно я продаёшь это самое соседнюю камраду да, большинство аааа, ты соседним продаёшь? я покупал ты покупал да, в коллекцию выбираются ну вот такая ребят капонина отметить можно несколько монет прям классный масанчик немножко ну неплохой бюшки с полоской вот Катерина в принципе ну стандарт ребят ты сегодня купил да? 100-300 рублей серебром с серебром ну да ну а не это там сохран вообще хороший сохран да там хороший за 8000 предлагал тебе? ну а ВИТО или ПЛОСТОРОЛ за 6гут заверёшь и вообще большинство я говорю а не говорю 10-9гут так давай Эленур дальше вот такая классная стопчика вообще за счет сейчас мы приберём вы уж извините ребят что мы так вот по-холопозному мы находимся на работе так что сейчас будем смотреть ещё так у нас что здесь а здесь всякие это да колечки да я вижу там лягучки да ой ой он дырявый вот 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 все с одной деревни получается это откуда мы сейчас трехли да да офигеть посмотрите какое красивое вот 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 рыжий где-то был я не знаю он рыжий или не рыжий но это самодельный классный крючка наверное серебра серебра да вижу так это советская эпоха интересная печаточка вот интересная печатка вот интересная вот UPSM 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 ну это что мартовская да упашь стандартная иди чулпа чулпы чулпы шелку уже рухнул, как-то точно не кольцо наверняка что это точно, почему это кольцо? только полин должен ищить, только кольцо я вот такие вот, кольцо не браличи у тебя врусославного подняли? нет, 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 это алюминий алюминий легкий, да хотя бывает сребряный тут мне понравилась тоже пубушка а, ты видел, Паш, как пубушку откопал? вообще, тоже по золоте май бух так, ладно, хорошо, давайте посмотрим вкусняши, которые ждем ребят, ну а по серебру у него все эти вот находки вот эти вот все с одного огорода, причем периметр, там он говорит всего-навсего два на два, полосой идет и вот, я считаю, что там, наверное серебряные кладуха раз вот это все серебро оттуда рубль интересный 1899 год сохран, конечно, не очень но все равно приятное царское серебро рубль зачетный так, дальше, что у нас вкусное двадцатка двадцатка четырнадцатый год двадцатка двенадцатый год вот эти две монеты датировать тяжело но вот по этому характерному рисунку видно, что это у нас Екатерина две монисты вот Екатерина так помимо всего помимо всего там есть вот такие еще чешуйки вот чешуйки смолист достаточно такие знаете были бы бодрые если бы не дырочки и судя по всему это Михаил Федорович да Михаил Федорович ну зачетно зачетно я чешую такую не подымал подымал только Петровские четыре штучки целые вот ну приятно, да, ребят всегда приятно серебро вот и еще вот такая вот есть как мне подарок да подарок от комрада пять гривен Украина вот такая вот вещь ну все зачетно и так ребята ну и попрощаемся и задам вопросы Эльнуру быстрые стандартные которые я делаю всегда своим комрадам знакомым подписчикам ну и просто друзьям Алинар ты сколько копаешь вообще? 4 года 4 года есть по-моему? 4 года и знаете у нее такие классные я прям честно говорил белой завистью завидую вот и чем копаешь? начинали сначала стерки вариант убрали потом GoFind и сейчас вот синяя здесь давайте все подлиннее цены подлиннее что самое дорогое самое такое знаешь которое прям нравилось ну это две монеты рубль рубль уже подарок да ладно тебе и и сибирской самые такие приятные ребята смотрите что подарок вот такой турбаз у меня появится в коллекции от комрадов знаете да те комрады кто мне делает подарки я составляю коллекцию я не коллекционер но подарки от комрадов я решил собирать класс и вот такая сибирка вот такая сибирка 10 копеек ребята очень хороший бодрый сохранщик но ребят она уходит да ребята вот такие вот ребята друзья комрады вот очень приятно когда делится подарками сегодня были у меня подарки от казани от души вообще отдохнули сегодня классно покопали отдельное спасибо паше и что он на свои златные места нас возил вот порадовались ну ребят на этом и все всем пока кому понравилось палец кверху кому нет дизлайк дай как обычно есть такие у нас критики вот кстати вот эта монета Фильнуру выставлял на одном из сайтов вконтакте 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 и его критиковали что это рубль он подложил что это фальшивый но я вас уверяю ребята это настоящий настоящий рубль не какая-то не поделка с алиэкспресс а настоящий рубль ну и все всем пока до новых встреч на входе и так ребят сегодняшнее приключение у нас заканчивается я отправляюсь домой огромное спасибо казани что нас встретили о особенности Павлу который прям ребята ну знаете чист сердцем и открыт душой прям блин человек просто классный это раз а во вторых сегодня ребята может быть мы и покопали подольше но у Павла сегодня у нас ребята юбилей они отмечают супругой 8 лет так что дружно поздравляем его в личке ну и под видео в комментарии Паша что хочешь сказать я хочу сказать что Александр стал владельцем шикарного автомобиля это Hover вот он ребята за спиной видео будет да да очень хочется что пожелать чтобы автомобиль служил верой и правдой не подводил обязательно всегда счастливой дороги ни гвоздя ни жезла как говорится что по нашему выезду выезд изначально немножко не задался мы уже были уставшие копать условно не хотелось и находок не было так сказать вот но у нас наш комрад Ильнур из нашей компании сегодня исправил ситуацию кардинальным образом привез нас показал место мы там очень удачно покопали отличные находки вы все в ролике увидите провели мы время зачетно то есть если кто хочет покопать также замечательно присоединяйтесь будем рады все спасибо ребят павлу спасибо отдельное за вот этот автомобиль он мне помог подбирали много пересмотрели в итоге остались на этом экземпляре 400 километров 450 сейчас отмотаю домой будет видео по данному автомобилю какие недостатки я сразу заметил что нужно обращать внимание если кто-то заинтересуется действительно танком это рамный автомобиль который сравнивают с советским УАЗиком так что все ребята всем пока до новых встреч до новых встреч